Доброго времени суток! С вами ВиДжейвери! Настала пора найти вторую часть амулета. И для этого нужно отправиться куда-то вниз. И сейчас, судя по всему, будет бой. Ну да, точно. Ну что ж, Кайрис, давай покажем этим монстрам, где их место. Я атакую эти непонятные грибы. А ты, пожалуйста, займись черепахой. Быстро мы их одолеем. Прощай, черепаха! А мы пойдем дальше. Надеюсь, больше не придется сражаться, нет? Нет? Отлично! И вот она, священная роща! И, видимо, настало время воспользоваться бомбами. Судя по всему, у меня их безлимитное количество, и это очень радует, потому что... Потому что... Ой... Потому что я буду их, наверное, использовать очень часто. Так. Странно. Это деревце не уничтожается при помощи бомбы. Хотя оно вроде маленькое, и бомба спокойно выносит стены и камни, но дерево ей, к сожалению, не удается одолеть. Так. Я узнаю тут кристалл. Интересно, для чего он тут? Ну-ка. Ух ты! А кто-то еще и путешествовать во времени можно. А вот он ребенок, а теперь снова стал собой. И снова ребенок. И, видимо, это не просто так здесь сделано, я так понимаю. Хм... Тут вроде было дерево, или мне кажется? Пожалуйста, не сжигайте маленькие деревья. Ммм... Интересно, к чему бы это? Ну, раз мне говорят не сжигать, я, наверное, поступлю совсем иначе. Почему я ударила куст, а активировалась эта штука? Остается загадкой, которую мне не разгадать никогда, потому что куста-то больше нет. Нафиг эту мышь? Тут летают мыши и какой-то спуск то ли в шахту, то ли еще куда-то. И, видимо, мне как раз нужно сюда. О-о-о, это опасно. Я уже сталкивалась с такой штукой, но... Так, куда же мне пойти? Сюда хода нет. А сюда? Вроде есть. А тут сундук, я... Я должна как-то этот сундук... Блин. Как мне сундук-то достать? Ай! Извиняюсь, вступила. У меня очень плохая память на все эти штуки, и я почему-то уж слишком тороплюсь. Видимо, не стоит мне торопиться. Надо осторожно, медленно пройти всю дистанцию. Так, теперь наверх. А потом куда? Не знаю, но в любом случае, кажется, я заметила место, которое можно взорвать. Иди нафиг, мышь. Что ж, попробую взорвать эту штуку. Да, оно взрывается. Здесь сундук, судя по всему, со звездой. Вот ведь я, Ванга. Ну что ж, звезда это круто, но мне нужно добраться до другого сундука. Кажется, я иду верным путем. Ай, нет! Ты что ж творишь? Мышь! Сволочь! Как ты могла меня уронить? Я только начала подбираться к этому сундуку. Но все. Так, суда мне хода нет, я все время об этом забываю. Ай, ты ж сволочь! Блин, скамыш! Так, теперь аккуратно надо выносить всех мышей, которые тут появятся. Но, судя по всему, их тут больше нет. Я так понимаю. Поэтому я попытаюсь пройти тем путем, которым я шла до этого. Ну-ка, здесь я не пройду? Нет. Здесь мне не пройти. И здесь тоже. Осторожно. Осторожно, медленно. Сюда, сюда, сюда. Сюда, теперь опять наверх. А-а-а. Интересно, кто придумал все эти головоломки? И для чего? Так. Вот сюда, сюда. Теперь сюда. Теперь сюда. И неужели я добралась до сундука? О, мне дали лук. Отлично! Но вернуться будет трудно, потому что я не помню, покуда я пришла. Вроде посюда. Или не посюда. Ладно, как-нибудь да доберусь. Вроде бы пока я иду верным путем. Так, сюда. Так, сюда. Нет. И теперь я уже помню, что мне надо сюда. Осторожненько. Осторожненько. Осторожненько выбираемся на поверхность. И здесь снова куча мышей. А здесь дерево. Надо что-то делать с этим деревом. Интересно, тут была надпись про деревья. Возможно... Возможно, мне стоит использовать лук для того, чтобы эти деревья сжигать. Правда, это дерево я никак сжечь не смогу, но... Вот, мне кажется, что я смогу использовать... Нет, оно не сжигается. Совсем не сжигается. Ладно, попробую использовать эту штуку. На самом деле, я не люблю пользоваться луком, потому что стреляю я очень плохо. Но... Здесь он жизненно необходим. А, понятно. Значит, я могу уничтожать деревья в прошлом, когда они еще маленькие. А вот ведь я изверг. Ну что ж. Кажется, мне... Теперь понятно, что мне нужно здесь делать. Судя по всему, придется потратить довольно много времени на это все. Так, здесь мне не пройти. Здесь... Здесь тоже мне не пройти. Придется снова использовать... Так, здесь уже понятно. Луком надо зажечь вот эту. Отлично. Логика работает нормально. Здесь взорвать. Подождать. И сжечь деревья. Простите, ребят. Я люблю деревья. Но вы мешаете моему герою проходить тут. Так что ничего тут не попишешь. Так что ничего тут не попишешь. Теперь нужно вернуться сюда. Блин. Блин. Да что ж такое-то? Вот. 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 Нормально теперь. Я же говорю о коса и не умею попадать абсолютно из лука. Так, сюда хода нет. А здесь сундук. И здесь у нас звезда, я так понимаю. Потому что что тут еще может быть? Ну да, конечно, это звезда. У меня их уже много. Но не так много, как хотелось бы. К тому же я еще потом вернусь за теми сундуками, которые я не смогла открыть ранее. Ну, некоторые я просто не могла открыть, потому что у меня не было бомб. А некоторые я тупо не заметила, потому что я слепошарая. Если я делаю так, то я не могу пройти, потому что здесь разделитель времени. А что же мне придумать? Кажется, я начинаю догадываться. Нет. Назад. Точно. Бомба. Попробуем бомбу завязать. Гениально! Мой план сработал. Ха-ха-ха! Бомбы уничтожают камни. Но они бессильны против деревьев и кустов. А чешуять можно. Это я зря сделала. Я не могу вернуться, потому что тут растет дерево. Его никак не убрать. Значит, снова придется использовать мне, наверное, бомбу. Потому что там разделитель. И без этого я пройти не смогу. Ну что ж. Я поступаю умно. Странно, что я так быстро догадалась. Наверное, если бы это был обычный день, я бы тупила здесь где-то часа полтора. Прежде чем поняла, что и для чего, как и зачем. Так, эту штуку можно как-то зажечь? Нет. И уничтожить тоже нельзя. Камень. Ну, раз он потрескавшийся, значит, его можно взорвать. Правда, я не знаю зачем, но... Ух ты. Я убила летучую мышь бомбой. Прости, мышка, но ты сама виновата. Так, мостик. И здесь эта штука, до которой не добраться. Мне, видимо, опять понадобится лук. А здесь что? Так, там дерево. Понятно. Понятно, для чего это все. Где там мой лук? Тыщ. И пошли. Так, взорву заодно вот это. Ты раньше не заметил это все. Блинские мыши. Блинский я. И снова звездочка. Так непривычно играть за такого маленького-маленького колонельчика. Одного убили. Второго убили. А здесь какая-то статуя. Огонь. И как мне зажечь огонь? Интересно мне знать. Не, у меня надо в другую сторону. Ну ладно. Повернусь. Попробую зажечь этот вечный огонь. Но там еще с другой стороны есть огонь, я так понимаю. Вот. И здесь какие-то незажженные факелы. Их, наверное, тоже надо будет зажечь или нет. В любом случае, я не собираюсь тратить на всю эту канитель очень много времени. Потому что времени у меня в обрез. Странно. Там же можно было, по идее, пройти уничтожив кустики, но... 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 Но не знаю. Камни взрывать веселее, чем кусты рубать. И что мне делать здесь? Черт. Мне не добраться до этого куста, блин. Надо было раньше думать. Я же говорю, я совсем невнимательная. И не замечаю очевидных вещей. Так. Что-то я могу сделать. Я зря сделала, да? Я так понимаю. Потому что там же... Там же вроде где-то... А, нет. Я все нормально делаю. Понятно. Значит, мне надо порубать вот этот куст. И вон те кусты. Нет. Да. А еще вон те кусты надо порубать. Отлично. Путь расчищен. Теперь можно идти. И зажигать пламя. Я, наверное, зря это сделала. Но да и ладно. Раз. Так. Вроде я все правильно сделала. Так. Отсюда я не попадаю. А тут у нас... О, нет. Здесь разделитель. И что же, получается, мне придется обратно скакать? Черт. Как-то я вообще все не подумавши делаю. Вы, наверное, думаете, какая же она тупая. Чего нельзя было сразу сообразить. Ну, что поделать. Такую же я уродилась. Сама этому не радуюсь. Совсем не радуюсь. Ну, теперь-то я вроде все правильно сделала. И можно идти спокойно через этот барьер. Опять в шахту какую-то. И, видимо, здесь и должен быть этот самый... Блин, почему самый? В общем, кусок медальона, жерелья. Не знаю, как они его называют. Это мы уже проходили. Знаем, что вас надо двигать, чтобы открыть, ну, что-то там. Опять ловушка. И что же у нас на этот раз? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то вас много как-то, а? Вам не кажется? Ай, сдохните, сдохните, сдохните. Отлично. Нет. Чувак, иди сюда. Чувак, иди сюда. Отлично. Сдох. Спирты. Ну, что ты творишь, то умри. Ах, прекрасно. Бомбы. Наши все. Этих ребят гораздо проще выносить с их помощью. Первая половина амулета. Отлично. И теперь я могу вернуться назад. Или нет? Постойте-ка. Я вижу здесь трещину в стене. А трещин в стене так просто здесь не бывает. Значит, здесь потайной вход. И здесь у нас опять звезда. Гори, гори, моя звезда. Я так скоро все звезды соберу. Хотя нет, конечно же, я их не соберу все. Потому что, судя по всему, я очень и очень многое пропускаю. А тут нет ничего? Ай, ничего тут нет. Но, с другой стороны, я хотя бы где-нибудь процентов на 80 эту игру пройду. Если, то будет замечательно. Потому что на 100% я даже в Ай-Сити никогда не проходила. Вот такая вот я никчемная. Угу, ясно. Деревца. Иди сюда, кальмара кусок. Сколько выжженных деревьев. Оглянулся. Да, я тоже заметила, что много этих деревьев. Да, начало. И это печально. Я уже нашла вторую часть амулета, вообще-то. Я их хобби нашла. Так что все в порядке, не волнуйся. О! Так, значит, отсюда можно было выйти. Возможно, я там что-то забыла, но... Это уже не имеет значения. Мне нужно одолеть этих... Надоедливых монстриков. И вернуться в деревню, чтобы разобраться с амулетом. Я уже начинаю привыкать ко всему этому. А в первый раз все казалось таким непривычным. Теперь эта игра мне как родная практически. Хотя мне так и не довелось поиграть за Айрис. Ну, я немножко, конечно, жалею об этом. Но, с другой стороны, я все равно привязалась к этим ребятам. Надеюсь, с ними все будет хорошо. Они ведь одолжены одолеть мировое зло. А это не так-то просто. Похилимся. Кстати, Кайрис раньше только до 80-ти могла себя лечить, а теперь до 85-ти. Молодчинка. Не зря время так провела. Изучая магию. Пойдем к Сиду и к Сиду разбираться с амулетом. Чувак, привет. Отлично. Но мне как-то страшновато туда идти. Да и к тому же, прежде чем решиться на столь важный и серьезный поступок, я сохранюсь и сбегаю назад, чтобы собрать несобранные сундуки, которые я не могла собрать по тем или иным причинам. А чтобы мое небольшое путешествие не заняло много времени, я немножко ускорю ход событий. Поскольку тут придется очень много сражаться с монстрами, прежде чем добраться до нужных мест, то я не сожалею о том, что я убыстрила видео. Вот снова пещера. На это я нажимать не буду. Мало ли что случится. Вот тут трещинка, ее нужно взорвать. Звездочка! Там еще где-то была трещинка, я помню. Но, видимо, придется пройти все это подземелье, потому что я не помню, где абсолютно все трещинки. Звездочка! Где там этот маг? Ах, ты ж сволочь. Умри. Отлично. Так, и я не буду тут особо тратить время на мобов, я их просто буду выносить бомбами, я так понимаю. И, кстати, помните этот сундук? Тут хода к нему нет, поэтому я должна его найти. И я его нашла однажды, потому что я исследовала это подземелье вдоль и поперек. Хотя, возможно, я все равно что-нибудь да пропущу. Потому что я крайне невнимательная, я думаю, вы это уже заметили. Блинский скелетон! Когда же ты умрешь, наконец, а? Я уже всех мышей вынесла, а ты все не дохнешь никак, а? Отлично. И, по-моему, где-то здесь должен быть потайной охот. Не здесь, не здесь. А вот он. Кто бы мог подумать, что здесь можно проходить сквозь стены. Причем не только здесь, еще, наверное, где-то еще. Но, в любом случае, вряд ли я смогу найти все эти потайные места. А здесь есть еще одно потайное место. Если подойти к третьей ловушке, то можно оказаться прямо у сундука, в котором лежит карта с главным героем. В данном случае это колонелла. Чувак, сдохни. Отлично. И там еще, по-моему, где-то рядом с лавой есть пара потайных ходов. Но надо еще до туда добраться для начала. Так, тут ничего? Нет, тут больше ничего нет. Аккуратненько. Раз, два, три. Пошли. Так, опять эти магии. Но я не буду ввязываться в перепалку. Я вот лучше мышат поубиваю. Хотя эти, ребята, меня сейчас вынесут. Ну да и ладно. Это не важно. Здесь, по-моему, ничего нет. Во всяком случае, я ничего не нашла. Поэтому я пойду к лаве. Потому что здесь есть вот такая штука. Потайный ход. Звездочка! И, по-моему, еще где-то чуть-чуть подальше. Вот здесь вот дорожка. Я раньше не знала, зачем она тут. И спрашивала в тот раз, зачем же она тут. Оказалось, что тут потайной ход. Жаль, что я не знала об этом раньше. Тогда это бы облегчило мне жизнь. Так, тут вроде тоже больше ничего нет. Поэтому я пойду дальше. Дальше, 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 дальше. Здесь я тоже не собрала пару или тройку сундуков. Ну, например, вот эта, где лежит звездочка. Эту звездочку я пропустила, потому что я слепошарая. И еще звездочка. Ну, блин, это ж... Я совсем невнимательная, а. Мне даже стыдно. А вот сюда я не могла попасть. Так что все в порядке. Красный волшебник. Карта для игры. Но она мне особо не нужна. Потому что я карточные игры все-таки не люблю. И, видимо, здесь они не имеют особо большого значения. А здесь я немного сбавлю обороты. Потому что здесь у нас невиданной красоты птица. Шобоко. В оригинальной английской версии она называется Чобоко. Ну, а прототипом, конечно же, является Чокобо из Final Fantasy. Очень знаменитая птица, ездовая и не только. В тринадцатой финалке у одного из героев есть птенец Чокобо, который у него в шевелюре все время прячется. И, кстати, с этих милых птичек здесь сваливается вкусное мясцо. Если у вас есть, то здоровье очень и очень хорошо восстановится. Здесь есть дешевые фениксы и зелья. Я закуплюсь все зельями, потому что я так понимаю, что в эпичной битве в Черной Цитадели мне понадобится очень много зелий. Так, а здесь у нас что? Опять бой. Ну что ж, бой это не страшно. И я так понимаю, что дорога эта зеленая приведет меня в пещеру. В самую первую пещеру, в которой я была в этой игре. Ну да. И здесь все по-старому. Я-то надеялась, что немного изменится все, но нет. Зато это неплохо, потому что я смогу увидеть, как выглядит X-Crystal. Так. Да, в тот раз я не взяла этот сундук. И мне жаль, потому что я действительно слишком невнимательная. И, наверное, вас это раздражает. А еще, возможно, вам не нравится музыка, которую я подобрала. Но, знаете, у меня не было выбора. Когда бой идет так быстро, мне это очень и очень нравится. На самом деле, я потратила почти полчаса, сражаясь с этими чертовыми монстрами. Но оно того стоило. Я собрала недостающие сундуки. Конечно же, не все. Там еще где-то целая куча сундуков осталось. Я давно не заглядывала в инвентарь, чтобы проверить. Снова Чиокобо. Это хорошо. У меня будет еще больше имбового мясца. Так, надо потихоньку возвращаться назад. И путь этот будет достаточно долгим. Ну или нет. И, кстати, в деревне Папуника тоже есть кое-что интересное. А, думаю, вы помните дом с закрытой дверью. Вот этот вот. Туда нельзя попасть. Я так думала. Но, оказывается, вот тут проход есть. Тут сундук. И внутри дома тоже есть сундук со звездой. Выйти через дверь тоже нельзя. Поэтому возвращаюсь вот этим путем. Кто бы мог подумать. Опять бой. Да сколько же можно? Ладно, не важно. О, еще один Чиокобо. Отлично. Сырое мясо мне не помешает. Хотя, вроде его как-то можно приготовить. Но я пока об этом не знаю. Возможно, когда-нибудь я узнаю об этом. Но вряд ли это мне пригодится. Потому что, насколько я знаю, герои могут и сырое мясо с удовольствием кушать. И оно получше Зилий даже будет. И я вдруг поняла, что это то самое место, которое было в самом начале. Из-за того, что я невнимательная, я его даже и не признала. Сейчас я тут поубиваю всех. Ну или не всех. Здесь больше ничего интересного нет, я так понимаю. Поэтому мне придется просто вернуться назад. Расчищаем путь. Тут ничего. Здесь ничего. Снова в пещерке мы. Ну, здесь я пойду коротеньким путем. И спокойно, приспокойно вернусь в деревню. Однако, прежде чем туда вернуться, я загляну еще в священную рощу. Потому что тут я забыла сундук. Сундук-сундук. И в этом сундуке, возможно, лежит какая-нибудь интересная штука. Сжигаем деревья. Несчастные деревья. Простите меня, но мне надо было вас уничтожить. Так, так, так. Блин. Ты уже... Во. Отлично. Так, и что же в этом сундуке? Карта Скайрис. Отлично. У меня теперь почти что коллекция есть. Но я думаю, что где-то здесь надо закончить. Что ж, большое спасибо за то, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось. Удачи вам в жизни. И до свидания. Падыш. 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 Продолжение следует...